Практически полностью впадает из общества, потому что у него большое количество долгов, он ничего объективно не может сделать. В целом, довольно интересный кейс, я не могу о них рассказать, в силу определенной как бы этики. То есть это полностью законный способ в какой-то степени избавиться от своих долгов. Ну как это получается, долги просто в воздух списываются или куда же они делают? Они списываются, гражданин выходит из этой процедуры чистым, но с определенными последствиями, о которых мы также поговорим дальше. Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Культура достоинства». Меня зовут Иван Брушлинский. Сегодня мы находимся в коллегии адвокатов «Орчардс» и будем говорить с юристом Максимом Саликовым на тему банкротства. Юрист Максим Саликов, выпускник высшей школы экономики, магистр права, юрист коллегии адвокатов «Орчардс», автор трех популярных телеграм-каналов для юристов, специализируется на разрешении коммерческих споров и представительстве в процедурах банкротства. В сферу интересов входит обжалование судебных актов в Верховном суде Российской Федерации. Читает лекции, проводит семинары, увлекается спортом. Здравствуйте, Максим. Добрый день, Иван. Что же представляет из себя Институт банкротства и какие его цели? Сегодня мы будем говорить про личное банкротство. Я бы сразу хотел сделать небольшой дисклеймер, что сегодня будем говорить именно для граждан. То есть у нас именно целью будет такое научно-просветительское интервью. Личное банкротство, именно Институт банкротства граждан, появился в России в 2015 году и связан он именно с увеличением количества закредитованности граждан. Вот в частности, например, за первый квартал 2020 года уже обанкротилось 22,5 тысячи граждан, что на 68% больше, чем за этот же период в прошлом году. То есть это очень много? Это очень много. И каждый год цифра растет. Причем она растет в геометрической прогрессии. Как-то с коронавирусом это связано? Опять же, скорее всего, будет в этом году последствия коронавирусные, потому что количество людей, потерявших работу, и количество людей, задолжавших банков, в том числе с большой просрочкой, явно увеличится. Поэтому, конечно, Институт банкротства ждет пополнения новых людей. И, соответственно, именно под эти цели было введено внесудебное банкротство граждан. О нем мы сегодня тоже поговорим. В чем основная цель банкротства? Я бы хотел начать с небольшой исторической справки и хотел бы рассказать, как Институт банкротства описан в трилогии «Желания» Теодора Драйзера. Там очень интересно описано Институт банкротства, потому что, когда главный герой задолжал многим кредиторам, все его кредиторы собрались у него дома, закрылись в одной комнате и долго обсуждали. Там описывается, что примерно два дня они обсуждали, как же получить с него, соответственно, свои деньги. В итоге они вышли и описали, что мы продаем такое-то твое имущество, выручаем с этого такие-то деньги и распределяем их образно по 50 копеек на рубль. Ну, это применительно к России. Тогда не было процедуры судебного банкротства, поэтому было такое больше понятийное. Сейчас Институт банкротства регулируется судом и он непосредственно рассматривается, ну, дела рассматриваются в арбитражном суде. Институт банкротства из себя представляет на данный момент три процедуры. То есть, после того, как кредитор обращается с заявлением о банкротстве, либо сам должник суду, предстоит выбрать одну из процедур. То есть, это будет либо реструктуризация имущества, реструктуризация задолженности, целью которой является согласовать между кредиторами, должником и судом непосредственно план реструктуризации долгов. То есть, в этот план могут включаться в том числе продажи части имущества, либо там какую-то рассрочку по выплате кредитов. Также есть процедура реализации имущества. Это также реабилитационная процедура, поскольку в процедуре банкротства граждан... Реабилитационная, это что значит? Сейчас я расскажу. Поскольку в процедуре банкротства граждан нет ликвидационных процедур, которые есть как раз банкротство юридических лиц, они все являются реабилитационными. В процедуре реализации имущества основная цель, это, соответственно, определить все имущество должника и продать его. И за счет этого имущества погасить долги перед кредиторами. Также есть процедура мирового соглашения. В настоящий момент процедура банкротства это не какой-то понятийный инструмент, не какой-то понятийный институт. Это именно под надзором судов гражданин вправе полностью законным путем разрешить свои финансовые проблемы. То есть какие-то долги будут погашены за счет его имущества, либо за счет его доходов. Какие-то долги будут списаны за счет, соответственно, процедуры банкротства. То есть это полностью законный способ в какой-то степени избавиться от своих долгов на данный момент. И, собственно, в этом заключается цель банкротства. Избавиться от долгов человека. Основной целью банкротства, ну, по крайней мере, в пояснительной записке к этому закону в 2015 году, было указано именно стимулирование деловой активности. То есть гражданин закредитованный, у которого, грубо говоря, очень много, количество обязательств, которое превышает размер его доходов, во-первых, покупательская способность у него падает. Во-вторых, он практически не участвует в экономической активности. В-третьих, он практически полностью упадает из общества, потому что у него большое количество долгов, он ничего объективно не может сделать. То есть основной целью банкротства как раз вернуть его обратно в этот оборот путем списания его долгов. Ну, а как это получается? Долги просто в воздух списываются или куда же они взяли? Они списываются по законной процедуре банкротства. И да, они просто списываются. Опять же, те долги, которые не могут быть погашены, они списываются. Гражданин выходит из этой процедуры чистым, но с определенными последствиями, о которых мы также поговорим дальше. Окей. Кто может быть признан банкротом вот в современной России? В современной России может быть признан любой гражданин. Если мы рассматриваем процедуру судебного банкротства, которая, соответственно, действует 2015 года, то есть у гражданина должно быть обязательно условие, если обращается кредитор, это задолженность больше 500 тысяч рублей и просрочка по обязательствам больше трех месяцев. При этом суды, в законе это прямо не указано, но в одном из пленумов указано, что пленум это разъяснение для судов, которые дает Верховный суд. В одном из пленумов указано, что в случае, если гражданин четко понимает, что он не может со своими обязательствами рассчитаться сам, он вправе обратиться с заявлением о своем банкротстве, даже если сумма его задолженности менее 500 тысяч рублей. То есть, таким образом, в случае, если кредиторы обращаются, тогда нужна сумма более 500 тысяч. Если должник, то может быть и менее 500 тысяч рублей. Если применительно к новой процедуре внесудебного банкротства, то там, соответственно, рамки следующие. От 50 тысяч рублей и до 500 тысяч рублей. Это обращается тоже всегда должник сам? Процедура внесудебного банкротства, да, по заявлению должника, и она вне рамок суда рассматривается. Она рассматривается через МФЦ. Это вообще важный такой шаг для нашей законодательной системы, что появляется такая возможность? Безусловно. Во-первых, это очень важный шаг для развития гражданского общества, потому что тут, соответственно, есть несколько таких основных плюсов. Во-первых, процедура внесудебного банкротства, она значительно быстрее, чем процедура судебного банкротства. То есть, это всего 6 месяцев. Процедура внесудебного банкротства полностью бесплатна для граждан. То есть добросовестные, опять же подчеркну, добросовестные граждане вправе избавиться от своих долгов, образно списать их через процедуру внесудебного банкротства. Если гражданин при обращении с заявлением о внесудебном банкротстве будет действовать недобросовестно, то тогда его отправят в процедуру судебного банкротства уже со всеми вытекающими. И какие последствия признания человека банкротом? Последствия признания человека банкротом я бы их разделил на три группы. То есть они делятся по срокам. Первая группа это 5 лет, то есть в течение 5 лет гражданин не может принимать на себя обязательства по кредитным договорам, не уведомив кредитора о том, что он был признан банкротом. Также в случае, если его признают банкротом, то он в течение 5 лет не сможет обращаться с заявлением о личном банкротстве. То есть, опять же, если он после завершения процедуры банкротства и списания прошлых долгов в течение 5 лет опять набирает задолженности и опять хочет эту процедуру провернуть, понравился, например, первый раз, то его, соответственно, во-первых, заявление не примут, во-вторых, если обратится кредитор с этим же заявлением, то есть банк, к примеру, который имеет к нему требования, то у должника не спишут долги. Это также является одним из последствий недобросовестности должника в рамках процедуры судебного банкротства. То есть, главное, что произойдет, это то, что, скорее всего, банкроту новые кредиторы ничего нового не дадут, никаких новых кредитов не выдадут, потому что он будет обязан сообщить о том, что он банкрот. И, с другой стороны, он не сможет в течение 5 лет заново объявить себя банкротом. Смотрите. Это самое страшное, что с банкротом случилось? Нет, сейчас у нас есть еще две градации по срокам. В случае, если он будет признан банкротом, и он, например, захочет взять еще один кредит, вполне возможно, что кредиторы ему дадут денежные средства, но дадут ему под больший процент. Потому что процент по кредиту – это как раз страховка от невозврата. Чем менее надежен должник, тем больше процент по кредиту. Здесь, соответственно, есть такая пропорция. Также в том случае, если гражданин будет признан банкротом, в течение 5 лет он не сможет получить статус индивидуального предпринимателя и не сможет заниматься предпринимательской деятельностью. Дальше градация. В течение 3 лет, в случае, если гражданин признают банкротом, он не сможет быть руководителем юридического лица. Либо, соответственно, участвовать в органах управления. То есть он не может быть генеральным директором, не может быть учредителем юридического лица. При этом, опять же, тут есть такая пометочка, что, например, супруга гражданина вполне себе может быть руководителем юридического лица, потому что она отдельный субъект. То есть, по сути, можно оформить, условно говоря, бизнес на жену, а самому им заниматься. Да, опять же, без официального оформления. Ну и, соответственно, в течение 10 лет, в случае, если, к примеру, банкрот был руководителем кредитной организации, либо там вновь он хочет быть руководителем кредитной организации, то, соответственно, он не сможет быть, потому что он был признан банкротом. Кстати, я хочу обратить внимание, что институт банкротства граждан, он применяется не только, так сказать, гражданам, у которых вот там микрофинансовые организации, или, ну, я имею в виду задолженность перед микрофинансовыми организациями, или такие бытовые кредиты. Институт банкротства граждан применяется в том числе и к топ-менеджерам крупных организаций, которые, к примеру, выдают поручительство за свои организации. Например, у нас сейчас есть большой проект, где три участника этого юридического лица, которые признаны банкротом, также были учредителями этого юридического лица и были поручителями этого юридического лица. То есть мы предъявили требования к юридическому лицу, который был признан банкротом, и, соответственно, предъявили требования к этим поручителям. То есть у нас, образно, получается четыре банкрота. То есть юридическое лицо и три участника. Да, как раз хотел спросить. Как вам кажется, вот этот инструмент, он скорее, условно говоря, для обычных людей или для тех, кто сильно прошарен в финансовой сфере, знает различные там, да, не знаю, способы крутиться? И, ну, то есть обычному человеку это, скорее всего, не пригодится, в принципе. Смотрите, я скажу так, что для обычных людей этот институт будет обычным, потому что у них, скорее всего, не так много имущества, скорее всего, не так много обязательств. То есть, образно, там будет должник, у него пусть будет три кредитора банка, у него будет единственное жилье. Вот. Все довольно предельно просто. Если, соответственно, это будет необычный человек, у которого, допустим, будет много обязательств, у него будет много имущества, у него будет много совершенных сделок за последние три года, то и процедура становится, соответственно, очень необычной и очень интересной. Потому что по воле своих интересов я интересуюсь обращением взыскания на единственное жилье гражданина. И как раз там бывают такие казусы, что, например, у должников дома по тысяче квадратных метров, и суды иногда даже исключают вот это имущество из конкурсной массы и говорят, что на это имущество нельзя обратить взыскание. То есть, там процедуры бывают иногда такие, что там, в том числе, до Верховного суда они доходят. В Верховный суд, там было дело в ноябре 2019 года, когда Верховный суд отказал в исключении из конкурсной массы квартиры, пятикомнатные. И конкурсная масса, это в смысле квартиры, которые выставляются на продажу? Конкурсная масса, да, это квартира, которая участвует в процедуре банкротства. Когда Верховный суд отказал в исключении из конкурсной массы трехэтажные пятикомнатные квартиры, там порядка трехсот квадратных метров было, тоже очень интересное дело, связанное со злоупотреблением права. Там весьма необычная процедура. То есть, это в смысле, что человек пытался это имущество представить как свое единственное, несмотря на то, что она, в общем, довольно элитная, и можно было бы, условно говоря, как-то разменять его на меньшее или... Да, да. Это вообще очень, вот как раз проблема единственного жилья в России. Почему эта тема неинтересна? Потому что, в принципе, она никак не зарегулирована. То есть, образно, у нас может быть элитное жилье, которое также суды могут защитить исполнительским иммунитетом. А с другой стороны, может быть квартира, там, 50 квадратных метров, которая в равной степени будет защищена исполнительским иммунитетом. Вот. Поэтому довольно интересная ситуация. И действительно, да, обращаются. Вот буквально я смотрел практику судебной за июнь 2020 года, и там суды исключили из конкурсной массы квартиру, которая была соединена из двух квартир. Вот. То есть, это порядка 200 метров, и они признали его единственным жильем. То есть, как бы так, в целом, если оценивать последствия для гражданина, ну, как будто звучит не очень страшно, те последствия, которые есть. Для обычного гражданина, да. А, кстати, еще забыл добавить, что в случае, когда вот начинается процедура банкротства, суд может ограничить выезд за границу. Вот. Но ограничение будет действовать ровно до того момента, пока суд не признает гражданина банкротом и не завершит процедуру. Вот. Как только завершена будет процедура, будут действовать обычные последствия. И действительно, да, для обычного гражданина они вполне себе не страшны, потому что, как правило, если гражданин, грубо говоря, был должен микрофинансовом организации, то он, как правило, ему нет цели становиться участником юридического лица, то есть и бизнес в основном не ведут. Поэтому эти последствия особо не страшны для обычного гражданина. Окей. Давайте тогда более детально, предметно поговорим о различиях между судебным и внесудебным банкротством. Когда начнет действовать вот этот самый новый порядок внесудебного банкротства, и в чем они будут отличаться? Внесудебное банкротство начинает действовать в конце июля, президент Путин подписал этот закон, начинает он действовать с 1 сентября 2020 года. И различие у него в целом очень понятное с процедурой судебного банкротства. Но есть риск всегда выйти из процедуры внесудебного банкротства в процедуру судебного банкротства. Ну и, соответственно, со всеми вытекающими. Там градация идет, во-первых, по сумме. Внесудебное банкротство, как я уже сказал в самом начале, это по сумме от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Судебное банкротство при сумме выше 500 тысяч рублей. Также там очень интересна сама процедура инициации процедуры внесудебного банкротства. Потому что внесудебное банкротство может быть инициировано только тогда, когда служба судебных приставов, организация, которая взыскивает задолженности, принудительно исполняет решение суда, она подтвердит, что у должника нет имущества. То есть она прекратит производство за недостатком имущества. На основании вот этого заявления должник уже может идти в МФЦ, подтверждая, что вот у меня есть листок, где пристав подтвердил, что у меня имущество, на которое обратить взыскание можно, его у меня нет. При этом, опять же, хочу обратить внимание, что единственное жилье, оно не будет входить в этот перечень, потому что на него также по закону обратить взыскание нельзя. То есть у гражданина может быть единственное жилье, может быть отсутствовать иное имущество, пристав это подтвердит, он уже может обращаться с заявлением о личном банкротстве в несудебном, в МФЦ. Что касаемо процедуры судебного банкротства, то она может быть инициирована в любой момент, даже в том случае, если там есть имущество, нет имущества, если сумма проходит, то, соответственно, кредитор, либо должник может обращаться с заявлением. Касательно стоимости. В несудебное банкротство полностью бесплатно, при этом судебное банкротство, в зависимости от количества процедур, стоимость будет от 25 тысяч рублей, это только работа арбитражного управляющего, и плюс еще публикация. То есть, в общем, для обычного человека раньше объявить себя банкротным было довольно сложно, потому что не так денег нет, а тут еще нужно оплачивать. А теперь, если у него еще и нет имущества, то он может просто пойти, бесплатно признать себя банкротом, получить все последствия, которые мы указали выше, и, соответственно, освободиться от задолженности своей. Касательно заявления, опять же, подается в МФЦ по месту проживания, и арбитражный суд, я имею в виду судебное банкротство, также подается в арбитражный суд по месту жительства гражданина. Ну, и все, в принципе, и подавать даже удобнее просто. Да, да, прямо рядом с домом. Окей. Собственно, если немножко подробнее вот об этой процедуре вне судебного банкротства. Да, процедура вне судебного банкротства, она, по сути, заключается, если коротко, если общими словами, заключается в следующем. Гражданин подает заявление, в котором указывает, там, в законе есть, во-первых, Минэкономразвитие вынесли, подготовили специальное заявление, которое может подать гражданин, то есть его также можно найти в интернете. Ну, и плюс в законе указан тоже перечень информации, которые должен представить гражданин. Он указывает список всех своих кредиторов, указывает суммы, которые он этим кредиторам должен, со всеми неустойками, и, соответственно, говорит, я хочу избавиться от этих долгов. Если гражданин указывает не все, соответственно, долги, например, не всех кредиторов, то тогда в любой момент, по сути, может прийти кредитор, перед которым должник указал либо неверную сумму, либо вообще его не указал, либо указал, точнее, не указал, что у него есть имущество, потому что если у гражданина есть имущество, то это сразу не вне судебной банкротства. С этим заявлением может обратиться кредитор, и в любой момент процедура переходит в арбитражный суд, в судебное банкротство. Плюс внесудебное банкротство, оно, опять же, может быть прекращено в случае, если один из кредиторов обращается в арбитражный суд. То есть, к примеру, если, например, должник, как вообще процедура происходит? Соответственно, гражданин обращается с заявлением, указывает весь этот перечень, МФЦ проверяет в базе, действительно ли прекращено исполнительное производство. Если действительно прекращено и имущества нет, тогда, соответственно, в общей базе банкротства вывешивается заявление, что такой-то гражданин обратился со своим личным банкротством вне судебном порядке. Кредиторы все это видят. Если их задолженность указана в этом перечне, они ничего не делают. Если их задолженность указана не полностью, например, как я уже указал, то они могут обратиться в арбитражный суд и начать банкротить там. Тогда внесудебное банкротство прекращается, начинается процедура судебного банкротства. Если про имущество, то есть имущество, условно говоря, какого характера тут идет речь? Вообще любое? То есть, если дома есть хотя бы один стул, который можно продать на аукционе, то... Личные вещи, они, во-первых, защищаются исполнительским иммунитетом, а во-вторых, именно то имущество, которое может быть реализовано. К примеру, вторая квартира, по наследству, например, получена, либо машина, подарили, либо машину, например, которая не используется в рабочей деятельности. То есть, даже последнюю машину, единственное, если она нужна, забрать не могут таким образом? Могут, конечно. Наоборот. Ее как раз заберут, ее не заберут только в том случае, если она нужна для работы, например, таксисту. То есть, грубо говоря, таксистом кормит машина. Если вот она проходит по цене, там, грубо говоря, по определенной, тогда ее не заберут. Если не проходит, то тогда ее тоже будут реализовывать. Но, как правило, у таксистов машина не такие дорогие. То есть, они проходят в 100 минимальных оплат, в минимальных размерах оплат. То есть, в общем, там вот именно в том, какое имущество может быть взыскано, а какое нет, там тоже есть много нюансов. Здесь ключевой момент. Именно то имущество, которое не защищается исполнительским иммунитетом. Исполнительский иммунитет, вот опять же, это норма, она содержится в 446-й статье Гражданского процессуального кодекса. Там четко указано имущество, которое защищается исполнительским иммунитетом. То есть, если у гражданина, например, появилась вторая квартира, она явно не защищается исполнительским иммунитетом, то он обязан уведомить МФЦ в течение пяти дней после того, как он получил это имущество, и МФЦ прекращает процедуру банкротства внесудебного, и будет, соответственно, дело рассматриваться в арбитражном суде, потому что здесь уже не обычное списание долгов, а именно реализация имущества. Для реализации имущества нужен обязательно арбитражный управляющий, который участвует в процедуре. Окей. И то есть вот это все происходит бесплатно и за шесть месяцев, и в принципе все? Да, процедура внесудебного банкротства, которая предусмотрена в законе, она не более шести месяцев, ну она ровно шесть месяцев, это как раз тот период времени, который дается кредиторам для того, чтобы проверить, действительно ли все нормально в этой процедуре, правильно ли все указал гражданин. Действительно ли нет имущества. Да, действительно ли нет имущества, и не пора ли объявить его банкротом в судебном порядке, не пора ли обращаться в суд. И, соответственно, по истечению указанного времени именно те долги, которые указал гражданин, То есть если он какие-то долги не указал, кредиторы, допустим, не пришли и не инициировали процедуру судебного банкротства, они будут списаны как неликвидные, потому что на каждый долг у банка есть сумма, которая покрывает этот долг, то есть всегда у них есть резервы, оно будет списано как неликвидные. Процедура действительно является бесплатной, то есть прямо в законе указана, так там еще интересно называется статья, бесплатность процедуры банкротства. Окей. А если вот про судебное банкротство немножко, то как там, какие особенности будут при нем? Процедура судебного банкротства, как уже сказал в самом начале, она в принципе идет по упрощенной процедуре, потому что отличается от процедуры банкротства юридических лиц, во-первых, она только реабилитационными процедурами, там всего их две, ну, две по сути реабилитационные процедуры, не считая мирового соглашения. Это реструктуризация долгов и реализация имущества. Почему реабилитационные процедуры? Потому что в процедуре банкротства юридических лиц есть еще ликвидационные процедуры, то есть реабилитационные и ликвидационные. Почему ликвидационные? Потому что, например, по результатам конкурсного производства юридическое лицо ликвидируется, то есть оно полностью прекращает свою деятельность, соответственно, те кредиторы, которые не предъявили свои требования, они уже теряют возможность их предъявить в принципе процедуре банкротства. Потому что больше некому. Потому что больше некому, да, с ликвидацией обязательства прекращаются. Вот. Соответственно, процедура судебная, процедура банкротства, она, да, посложнее, чем процедура вне судебного банкротства, но там всегда есть арбитражный управляющий, участие которого обязательно, и он проводит эту процедуру. То есть, по сути, должнику нужно контактировать с арбитражным управляющим, предоставлять ему всю информацию, которую он запрашивает, предоставлять информацию о имуществе, ну и, соответственно, он уже представляет интересы должника. То есть он, по сути, арбитражный управляющий является некой посредником между судом, кредиторами и должником. А как вот суд определит, что же ему сделать, реструктуризацию провести или реализацию имущества? Суд, соответственно, там процедура следующая. Во-первых, опять же, по стоимости, давайте сразу поставим вопрос, потому что наверняка гражданам это интересно. Стоимость процедуры судебного банкротства, она определена, в принципе, фиксирована, ну и есть определенный гонорар успеха арбитражному управляющему. То есть, к примеру, одна процедура, то есть пусть это будет реструктуризация имущества, она будет стоить 25 тысяч рублей. Если вводится по результатам реструктуризации, например, стороны не установили, не согласовали план реструктуризации, то вводится процедура реализации имущества, это еще 25 тысяч рублей. Итого получается уже 50. Вот. Если, соответственно, в рамках реализации имущества будет, допустим, реализовано имущество должника, к примеру, на 100 тысяч рублей, то арбитражный управляющий с этого получит еще 7%. То есть у него 50 тысяч рублей плюс 7%, образно. Если на миллион, то, соответственно, 70. То есть вот есть такой определенный гонорар успеха. Вот. Этот гонорар успеха, он выплачивается из конкурсной массы должника. То есть, соответственно, кредиторы получат чуточку меньше денег, чем положено. Вот. Что касательно процедур, как они выбираются. Существуют две процедуры. Это реструктуризация и реализация. Реструктуризация вводится по умолчанию. То есть это первая процедура, как раз, как уже указали там, стороны должны согласовать план реструктуризации. Она вводится по умолчанию. В том случае, если гражданин четко понимает, например, что у него нет имущества, у него нет чем, соответственно, заплатить кредиторам сразу, либо там в процессе реструктуризации, он вправе самостоятельно обратиться в суд с ходатайством и попросить ввести сразу реализацию. То есть, как это происходит? На моменте рассмотрения заявления одного из кредиторов, например, или заявления должника о личном банкротстве, должник может прийти в суд и подать ходатайство, соответственно, имущества нет, давайте сразу введем реализацию. Тогда суд вводит сразу реализацию. В том случае, если от гражданина такое ходатайство не поступило, тогда суд ведет автоматически реструктуризацию, потому что в этом случае реализация не предусмотрена. Срок реализации, срок реструктуризации имущества – это 6 месяцев. Дальше вводится уже по результатам реализации имущества. В случае, если суд вводит сразу реализацию имущества, тогда это уже, соответственно, переходит в самую последнюю стадию банкротства гражданина, перескакивая в стадию реструктуризации. И уже рассматривается. В случае, реструктуризация – это если человек имеет какие-то доходы, и можно его, соответственно, долг с помощью этих доходов покрывать. Реализация – это если доходов нет, и тогда нужно просто его имуществом как-то их компенсировать. И если ни доходов, ни имуществ уже нет, то мы сразу будем перескакивать в банкротстве. Тут тоже важно понимать, что в реструктуризации, например, стороны могут предусмотреть, допустим, что кредитор частично простит ему задолженность, понимая, что он уже безнадежный, и часть должник возместит кредитору. Ну, в целом, в основном, всегда в 99% случаев применяются процедуры реализации имущества, потому что у нас граждане не особо рассчитывают на реструктуризацию. То есть она нужна, так скажем, тем гражданам, кто не может впадать как раз в те последствия, потому что такие граждане тоже есть. Все последствия не можно управлять юридическим лицом, то есть это тоже для кого-то очень важно, у кого-то госконтракт, еще что-то. То есть как бы им нельзя никак. Либо в этой стадии они заключают мировое соглашение, то есть кто-то, например, начинает банкротить, либо прекращают производство за исполнением обязательств, либо заключают мировое соглашение, то есть как-то имущество продают. 1% я уверен, таких дел точно есть, но в основном все в реализации. Также хотел бы тоже добавить такой момент, что в случае, если финансировать процедуру банкротства никто не может, то есть, например, у гражданина вообще нет денег, кредиторы отказываются финансировать, тогда просто прекратят процедуру, долги также останутся и, соответственно, ничего не будет. Ее нужно профинансировать. Если гражданин готов финансировать, ну, как бы если гражданин обращается за личным банкротством, ему в любом случае нужно иметь определенные деньги. Ну, то есть вот эти вот там 25-50 тысяч. Да, да. Ну, плюс-плюс публикация, опять же, вот EFRSB, это портал банкротства, то есть там порядка 5-7 тысяч рублей понадобится на процедуру. Ну, и плюс, как бы, там какие-то вот эти проценты, в случае, если что-то будет реализовано, это как бы уже идет из конкурсной массы, из того имущества, которое гражданин включает в процедуру. Окей. Кто может обратиться с заявлением и в каком порядке? Да, с заявлением может обратиться либо сам должник, новый гражданин, либо его кредиторы. Кредиторы для того, чтобы возбудить дело о банкротстве, нужно сначала, так сказать, в кавычках, просудить это требование. То есть как это просуживается? Допустим, у меня вот с вами есть определенные обязательства, я вам, например, должен миллион рублей. Для того, чтобы вы обратились в суд, ну, с заявлением о банкротстве, вам сначала нужно признать это требование, ну, что оно действительно есть. То есть вы обращаетесь в суд с иском ко мне, я, например, возражаю, говорю, что на самом деле долга нет, а в итоге суд решает, что долг все-таки есть. Он вам выдает, ну, вы, соответственно, получаете решение, берете это решение, приходите потом с заявлением о моем банкротстве и говорите, вот, у меня есть решение, вот, соответственно, я хочу признать Максима Саликова банкротом. Суд смотрит это, соответственно, решение, говорит, да, действительно, долг признан, долг есть, соответственно, ввожу процедуру. Вот, в том случае, если обязательство возникло, например, из кредитного договора или из обязательства по элементам, грубо говоря, перед бывшей супругой или супругой, вот, соответственно, эту задолженность прослуживать не нужно. То есть можно просто обращаться, сразу же суд будет смотреть и уже вводить одну из процедур. То есть именно вот законодатель решил упрощенную процедуру вести. Порядок обращения. Соответственно, обращаются с заявлением по месту жительства должника, по месту постоянного жительства в арбитражный суд. Но была вот тоже очень интересная коллизия такая, в прошлом году, летом, где Верховный суд полностью пресек, называется банкротный туризм. Что вообще такое банкротный туризм, откуда это понятие взялось? Допустим, я сегодня беру у вас, например, деньги в заем, я вам не плачу, вы хотите, например, обратиться, когда я понимаю, что вы хотите уже обратиться с заявлением о банкротстве, например, я проживаю в Москве. Я беру и улетаю на Дальний Восток, прописываюсь там у какого-нибудь дяденьки, вот, обращаюсь с заявлением о личном банкротстве туда, на Дальний Восток, вот, и создаю тем самым такую вот настолько неудобную ситуацию для того, чтобы меня банкротить, а у меня, допустим, перед вами долг, там, миллион долларов, допустим, то есть весьма существенная сумма, при этом у меня есть имущество, допустим, которое может быть реализовано. Но при этом дело из-за того, что я прописался там и из-за того, что, соответственно, суд по месту моего проживания теперь на Дальнем Востоке, то есть вам нужно туда летать, либо нанимать там юристов для того, чтобы это дело вести. Вот, это как раз и есть эта процедура банкротного туризма, при этом вот Верховный суд рассмотрел несколько дел сразу же, то есть там граждане там на юг России, в горы там переезжали, вот, и в итоге он пресек эту процедуру, указав, что если гражданин вот перед самой, перед возбуждением процедуры банкротства так резко поменял свое место проживания, вот, это, соответственно, действия являются недобросовестными, вот, и суд не должен защищать, ну, интересы такого гражданина, потому, если там, например, у него центр интересов, там, центр деловой активности в Москве, то дело должно быть передано на рассмотрение арбитражного суда города Москвы. Окей, вот такой еще вопрос, вот, если там, да, вот, по примеру, вы должны мне денег, какая у меня мотивация вас именно банкротить, ведь нет, от вас деньги нужны, а не банкротство? Да, ну, например, смотрите, вот у меня есть, допустим, вы хотите, ну, я вам должен денег, но вы, допустим, знаете, что вот я, там, вчера продал все свои машины, допустим, у меня было пять, там, машин, и продал три свои квартиры, то есть вам легче пойти, начать банкротить меня, и по банкротным основаниям эти сделки оспорить, вернуть имущество в конкурсную массу, вот, ну, и, соответственно, получить свое удовлетворение за счет реализации этого имущества, то есть банкротство, оно, в принципе, предусматривает ряд, вот, именно, инструментов по возврату активов, по упрощенной процедуре, ну, и плюс, соответственно, если я должен вам, вероятнее всего, я должен еще кому-то, вот, если я должен еще кому-то, то вы должны как можно быстрее, там, начать банкротить, чтобы предложить свою организацию саморегулируемую, например, вот, где будет, возможно, ваша знакомая арбитражная управляющая, которая будет, там, вести процедуру, образно, ну, в кавычках, в ваших интересах, с чем то, что арбитражная управляющая независимая, но мы все-таки знаем процедуру и контролируемого банкротства, когда один кредитор, ставят своего арбитражного управляющего, и они все ведут, ну, вот, ну, вообще, конечно, если вы хотите именно от меня деньги, то крайне сложно получить их, вот, в нынешних российских реалиях, с чем того, что вы не можете узнать, какое у меня имущество есть, вы не можете узнать о моих сделках, то есть вы, как бы, не можете узнать о моих других кредиторах, вы все это можете узнать в рамках процедуры банкротства, поэтому банкротство развивается в России. Кто такие вот эти вот самые арбитражные управляющие, и чем они занимаются в процедуру банкротства? Арбитражные управляющие – это лицо, которое как раз проводит процедуру банкротства. Как я уже сказал, это некий посредник между судом, кредиторами и должником. То есть он, получается, основными целями его, в принципе, является организовать как раз процедуру банкротства, то есть это собирать собрание кредиторов, вот, исследовать требования других, других кредиторов, вот, смотреть. Если требования необоснованные, то, соответственно, возражать против этих требований, то есть там показывать, что, не знаю, обязательство было уже исполнено, либо там оно ничтожно там по каким-то другим там основаниям. Вот. Ну и, соответственно, также он обязан ввести реестр кредиторов, оспаривать сделки должника, то есть, ну, полностью организовывать процедуру банкротства. В смысле, это какой-то частный юрист или это, там, государственный служащий, условно говоря? Скорее, это частный юрист, который состоит в саморегулируемой организации. То есть это лицо, которое государство наделило определенным статусом. Вот. Если он сдал экзамен, если он, соответственно, вступил в СРО, которая, ну, в саморегулируемую организацию, которая аккредитована, вот, он, соответственно, может получить вот доступ. То есть это такое направление юридической деятельности, как есть адвокаты, а вот есть, например... Да, есть арбитражный управляющий, который как раз вот специализируется именно на проведении процедур банкротства. Вот. Ну, и опять же, предполагается, что арбитражный управляющий независимое лицо. То есть, если, допустим, один из кредиторов видит, что арбитражный управляющий там делает все во благо интересном одного кредитора, либо там есть какая-то аффилированность, ну, то есть связь формальная или, допустим, неформальная, у них там родственники могут быть одинаковые. Ну, я имею в виду, родственники могут быть, вот, то кредиторы могут подать жалобу на арбитражный управляющий, они могут отстранить его от процедуры банкротства. То есть у нас тоже такие были кейсы, когда мы отстраняли арбитражных управляющих по тем или иным причинам. Вот. Ну, и, соответственно, каждый шаг арбитражного управляющего также может быть оспорен. Вот. И, ну, в общем, они довольно в таких узких, я бы так сказал, тисках арбитражного управляющего. Я правильно понимаю, что вы и ваша компания как раз вот этим и занимаетесь? В том числе. Одна из наших направлений деятельности как раз банкротства. Можете рассказать просто какой-нибудь вот кейс из вашей практики? Ну, вот сейчас у нас идет довольно большая процедура банкротства юридического лица. Вот. Там мы представляем одного из очень крупных кредиторов залоговых, вот, как раз, которому должен быть это юридическое лицо. И тоже у нас там был конфликт с арбитражным управляющим. Вот. Мы подавали жалобы на него, жалобы наши рассматривались, удовлетворялись, либо не удовлетворялись там часть. Вот. Ну, в целом, сейчас вот мы меняем арбитражного управляющего на другого. То есть уже принято решение на обращение в суд с заявлением о смене арбитражного управляющего. То есть этот арбитражный управляющий будет отстранен и будет, соответственно, поставлен тот арбитражный управляющий, который готов вести процедуру нормально. То есть это оспаривать сделки, искать имущество должника. В целом довольно интересные кейсы, я не могу о них рассказать, в силу определенной этики, но довольно много тоже процедур ведем. Но при этом сами вы или ваша компания выступают как арбитражный управляющий в каких-то делах? Сами мы не выступаем арбитражными управляющими, поскольку мы коллеги адвокатов. Нет, мы не выступаем арбитражными управляющими, мы выступаем юристами, которые представляют интересы одного из кредиторов, либо интересы должника. Либо, соответственно, интересы участников этих лиц, должника, кредиторов. То есть есть ли опять же какие-то истории с субсидиарной ответственностью? Давайте, наверное, чуть конкретнее поговорим про процедуры реструктуризации и реализации имущества. Что можете про них рассказать? Процедура реструктуризации, как я уже говорил, это реабилитационная процедура. Процедура реабилитационная, потому что она проводится без признания гражданина банкротом. То есть суд рассмотрел заявление, соответственно, заявление одного из кредиторов, увидел, что действительно есть задолженность. Если гражданин не обратился с ходатайством, то суд вводит процедуру реализации имущества. То есть на этой стадии как раз уже назначается арбитражный управляющий. На этой стадии включаются в реестр другие кредиторы. То есть другим кредиторам уже не нужно прослуживать свои требования, поскольку все требования рассматриваются в рамках процедуры банкротства. И, соответственно, на стадии реструктуризации имущества гражданин и его кредиторы должны согласовать план реструктуризации. То есть в этот план могут входить частичные освобождения гражданина от долгов, могут входить частичные реализации имущества гражданина. И все, так сказать, то, что душе угодно и то, что не противоречит закону. Если по итогам этой процедуры будет утвержден план реструктуризации задолженности, то план должен быть исполнен в течение трех лет. В том случае, если план реструктуризации задолженности утвержден не будет, то есть, например, должник не будет согласен с этим планом, поскольку согласие его обязательно на этот план реструктуризации. То есть кредиторы не могут сами договориться о реструктуризации без согласия должника. Тогда вводится процедура реализации имущества. Процедура реализации имущества – это самая распространенная процедура в деле о банкротстве, поскольку именно в этой процедуре как раз происходит освобождение гражданина от долгов и, соответственно, реализации его имущества. Если, опять же, вводится, повторюсь, если вводится процедура реализации имущества, то тогда гражданину могут ограничить въезд за границу до момента завершения процедуры. Что касаемо основных последствий гражданина в стадии реализации имущества, то основным, самым-таки, наверное, ярким последствием – это как раз то, что гражданин уже не может самостоятельно распоряжаться своим имуществом. То есть он не может совершать сделки, сделки в процедуре реализации имущества от его имени совершает арбитражный управляющий, то есть он финансовый как раз называет, финансовый управляющий в процедуре банкротства граждан. И от его от имени гражданина совершает. Это такое основное самое последствие. Там еще есть ряд, но я считаю несущественным. То есть в рамках этого, наверное, не нужно о ней говорить. А основные цели процедуры реализации имущества – как раз это выявить максимальное количество имущества и его реализовать. Это как раз основная цель, так она и называется. В рамках процедуры реализации имущества арбитражный управляющий обращается к гражданину периодически и просит, например, представить информацию о том или ином имуществе. Сначала он делает полный опросник, если потом он что-то видит, какие-то, например, незарегистрированные права на недвижимое имущество, он, соответственно, обращается и говорит, поясни. И гражданин обязан предоставлять всю информацию, передавать все документы. То есть все, что у него есть, все, что требуется для процедуры, он обязан передавать. В том случае, если гражданин не передает какие-то документы или не рассказывает о своем имуществе, то такие действия будут признаны недобросовестными. И по итогу реализации имущества гражданин может быть не освобожден от своих долгов. То есть это самое страшное последствие, наверное, процедуры банкротства. Что касаемо еще целей, то, соответственно, в процедуре реализации имущества могут быть оспорены сделки гражданина по двум банкротным основаниям. О них мы поговорим чуть позже. Ну, соответственно, реализовать имущество, пропорционально удовлетворить требования всех кредиторов, ну и освободить гражданин от долгов. Это что касаемо основных целей. По общему правилу, в конкурсную массу, то есть как раз конкурсная масса, это вот та масса, куда включается все имущество гражданина. По общему правилу, в конкурсную массу включается все имущество гражданина, которое у него есть на дату введения реализации имущества. Дальше, соответственно, то имущество, которое не подлежит включению в конкурсную массу, то есть то, которое защищается исполнительским иммунитетом, Оно уже исключается из конкурсной массы, путем рассмотрения отдельного ходатайства только с согласием суда, но только по определению суда. Вся процедура происходит под наблюдением суда. Если происходит реализация имущества, оценка, любой шаг, он всегда делается под наблюдением суда. Не могут кредиторы сами решить, что им делать в рамках процедуры банкротства. Я правильно понимаю, что кредиторы могут оспорить совершенные сделки и вернуть это имущество в конкурсную массу? Да. Давайте сейчас расскажу про оспаривание сделок. Существует два основания для оспаривания сделок. Я имею в виду банкротных оснований. Первое – это сделки с неравноценным встречным представлением и совершенный ущерб кредиторам. Второе основание – это сделки, направленные на предварительное удовлетворение требований других кредиторов, то есть на приоритетное удовлетворение требований других кредиторов. Соответственно, там существует градация, в том случае, если, опять же, по основаниям оспаривания, в том случае, если, например, гражданин продал свою квартиру, которая стоит 10 миллионов за 2 миллиона рублей, то, соответственно, она будет оспорена, эта сделка, как сделка с неравноценным встречным представлением. Опять же, лучше посмотреть это уже непосредственно в законе, потому что, думаю, гражданам, которые столкнутся с этим, лучше все-таки сразу обращаться к юристам, потому что… То есть я правильно понимаю, что иногда может случиться такая в жизни ситуация, когда я покупаю что-то задешево, а потом выясняется внезапно, что этот человек просто банкрот, как бы почти, и он поэтому пытался как можно быстрее продать, и мне придется это имущество возвращать. Да, я вам расскажу сейчас, расскажу сейчас про второе основание, потом расскажу случай, который был у меня на прошлой неделе, в пятницу, вот прям вот оспаривание сделки классическое. Второе основание – это приоритетное удовлетворение требований одного из кредиторов, то есть, например, до банкротства, до процедуры банкротства я образно продаю своему родственнику там все свое имущество, вот, то есть очевидно, я делаю это в ущерб кредиторам, я делаю это недобросовестно, и, соответственно, другие кредиторы приходят и говорят, что вместо того, чтобы погасить долги перед нами, он продает свое имущество родственнику, такая сделка тоже будет признана недействительной. Граждане нас очень любят чудить, я прошу не чудить таким образом, поскольку эти действия реально могут быть признаны недобросовестными, и, конечно, в конечном итоге это может быть все завершено тем, что вас не освободят от долгов. Вот, что касательно случая, который был на прошлой неделе в пятницу, компания банкротится, компания крупная, у нее было много имущества, вот, в частности, было много машин, значит, эти машины компания решила продать своим бывшим сотрудникам по тысяче рублей. Сотрудник, значит, их купил, он думал, что перед ним погашают задолженность по зарплате, на самом деле ему сделали такой, в кавычках, подарок перед своей процедурой банкротства. Мы видим, что сделка совершена в течение года до признания компании банкротом, то есть она подпадает под самое простое основание по оспариванию, как неравноценное встречное представление, как сделка с неравноценным встречным представлением. Мы обращаемся в суд с заявлением и просим признать эту сделку недействительней, соответственно, по этому основанию приводим в подтверждение вот сайт, скриншоты с автору, где вот эта же машина стоит там 700 тысяч рублей, при этом она продана за тысячу рублей. Вот, приходит гражданин, приезжает из другого региона, дело рассматривается в Москве, потому что компания московская. Приезжает гражданин из другого региона и говорит, но у меня же вот задолженность перед компанией, а точнее компания должна мне по зарплате там 400 тысяч рублей, то есть я эту машину покупал. В разбитом состоянии, я ее отремонтировал, то есть еще вложил 150 тысяч рублей. При этом суд ставит четкий вопрос. Хорошо, говорит, если вы так считаете, во-первых, покажите, докажите, что вам должны по зарплате деньги, во-вторых, докажите, что вы вложили в эту машину, а в-третьих, вы купили машину за тысячу рублей. Ну, там наверняка говорит, ну, прям процитирую, там наверняка цветного металла больше, чем вы заплатили за эту машину. Ну, суд, соответственно, удалился, вышел, признал недействительную сделку. И человек пришелся просто возвращать машину, в которую он сам вложил деньги. Да, да, он вернет сейчас машину. Такие же сделки, такие же истории и с недвижимостью тоже довольно часто бывают, поскольку суды прямо говорят, что недвижимость это довольно дорогая покупка. А поэтому, если вы покупаете, допустим, имущество за миллион рублей вместо 10 миллионов рублей дом, допустим, то вы должны проверить, кто был предшественником. То есть, ваша ответственность в том, чтобы посмотреть, не банкротится ли он. Конечно, во-первых, кто не банкротится ли собственник, во-вторых, кто был предыдущим собственником, поскольку такие сделки, как правило, делают через прокладки. Или, например, допустим, пример может быть очень такой тоже странный. Банкротится компания, она продает, ну, или там гражданин продает дом за миллион рублей, вторая компания продает дом за 10 миллионов рублей. И, вот, тоже, как бы, конечное лицо купила, заплатила полностью, при этом эту сделку могут признать недействительной. Вот, и, соответственно, тогда дом будет возвращен в конкурсную массу, и просто гражданин получит требования к банкроту. Ну, что с ним делать с этим требованием? Таких, кстати, тоже случаев очень много. Я просто сразу говорю, если вы сталкиваетесь со спариванием сделок, лучше сразу обращаться к юристу. Потому что приходят тоже там клиенты, которые там на стадии апелляции, то есть первая инстанция проиграна, и говорят, отмените нам вот все. Ну, порой там уже сделать просто, в принципе, ну, ничего невозможно. Окей, давайте тогда еще поговорим про то имущество, которое защищено иммунитетом. Это какое именно имущество? Да, гражданский процессуальный кодекс и закон о банкротстве, они устанавливают имущество, которое может быть защищено исполнительским иммунитетом. То есть, в частности, это жилое помещение и земельный участок, на котором оно расположено, если это дом. Вот это предметы домашнего обихода, продукты питания, машина, транспорт, если, соответственно, он необходим в силу инвалидности, например, должника. Ну, и имущество, которое необходимо в силу исполнения профессиональных обязательств. Вот, а давайте поговорим про жилое помещение, поскольку, я уверен, это самый такой трепещущий вопрос. И потом поговорим про транспорт для инвалидности и для, например, исполнения, для работы, допустим, такси. Вот, а жилое помещение, оно защищается исполнительским иммунитетом в том случае, если... Тут два критерия. Если оно единственное, и если, соответственно, гражданин в нем действительно проживает, то есть, если он нуждается, гражданин, член его семьи. Вот, в том случае, если жилье не единственное, то тогда будет суд определить сам по своему выбору, определить то имущество, которое будет защищено исполнительским иммунитетом. То есть, одну, например, квартиру, остальное будет включено в конкурсную массу, ну, точнее, оно не будет исключено из него. То есть, суд исключит квартиру, остальное все пойдет на реализацию. Вот, а если, соответственно, у гражданина, допустим, порассуждаем сейчас, если у гражданина несколько жилых помещений, и он, допустим, пытается реализовать все остальные, передать родственникам, еще кому-нибудь, оставив одну, то здесь суд скажет, что это искусственное предание статусу единственного жилья. Соответственно, действия недобросовестные, они могут, суд может отказать, в принципе, вообще, в исключении имущества из конкурсной массы, потому что суд признает действия недобросовестными. Недобросовестные действия в силу статьи 10 Гражданского кодекса не защищаются судом. Вот, а что касаемо, вопрос тоже поступал, касаемо квартир, которые в ипотеке. Закон об ипотеке прямо предусматривает, что в том случае, если квартира в ипотеке, она может быть реализована в рамках процедуры банкротства. То есть, и в принципе, и не в процедуру банкротства, то есть на нее можно обратить взыскание принудительное, даже если там прописаны дети, даже если она является единственным жильем, все равно. Если квартира в ипотеке, реализовать ее можно. То есть, из ипотечной квартиры можно довольно легко вылететь на улицу? Да, потому что она ипотечная. То есть, опять же, если смотреть с научной точки зрения, то как раз заключение договора ипотеки – это некое добровольное согласие на реализацию этой квартиры. Опять же, суд, закон защищает именно от принудительного обращения взыскания. В силу своих научных интересов я этой сферой занимаюсь. И опять же, здесь вот это есть градация. Принудительное обращение взыскания и, по сути, как раз договор ипотеки – добровольное. Должник говорит кредитору, мы с тобой заключаем договор ипотеки, ты можешь обратить взыскание на мою квартиру в рамках процедуры банкротства, не в рамках процедуры банкротства. Если есть задолженность, если она больше 50% кредитного договора, обратить взыскание можно. Окей, а вот насчет тех ситуаций, когда это единственное имущество, оно находится в залоге, например? В залоге как раз ипотека. Ипотека – это залог недвижимости. Опять же, закон об ипотеке. То есть, изначально вообще залог недвижимости, он не в римском праве, назывался ипотека. Да, просто мне кажется, обычно под ипотека поднимается какое-то жилье, которое там, например, строится, вот его покупаете. То есть, ипотека – это куда более широкая? У граждан очень спутанное понятие, что такое ипотека. Все думают, что это ипотечный кредит. Но что это кредит? Нет, ипотека – это залог недвижимости. Кредит называется кредит под залог недвижимости, ипотечный кредит. То есть, как раз это исходит из того, что вот залог недвижимости здесь есть. Что касаемо строящегося жилья, там возникает как раз тоже залог недвижимости в силу закона. Потому что вы там по 214 ФЗ, по ДДУ, там есть вот этот залог в силу закона. Поэтому, да, реализовать это имущество можно. Теперь давайте поговорим про машины, про транспорт. Если, опять же, у должника, допустим, у него он работает в такси, у него есть машина, на которой он работает, непосредственно его хлеб и его работа, он может представить доказательства того, что он действительно на этой машине работает, что без нее он просто не может существовать. Если она не превышает 100 минимальных размеров оплат труда, по-моему, там, 2015-20, я точно, честно говоря, не помню, то, соответственно, суд ее может исключить из конкурсной массы, также оставив гражданину, если она необходима для его существования. Если, соответственно, тоже недавно было дело в Верховном суде, слушалось, когда гражданин говорил, что, во-первых, эта машина ему нужна для того, чтобы, ну, как бы, работать в такси, во-вторых, потому что у него там отец инвалид. Вот, при этом это был Cadillac Escalade, такой хороший, там, за полтора миллиона рублей, то есть, ну, на вторичке. Вот, ну, и сначала зампред Верховного суда это дело передал, мол, посмотрите, как бы, доводы интересные, надо исключать. Вот, я тоже там негодовал, но я по этому поводу писал тоже там материал. А может в такой ситуации, условно говоря, его реализовать, но за вычетом какой-то суммы для покупки минимально необходимой машины? Это бывает или нет? Это вот как раз эта проблема, в том числе и единственного жилья. Многие кредиторы, как бы, они говорят, допустим, что вот есть квартира 100 квадратных метров, так же там и машина. Давайте мы вот эту квартиру 100 квадратных метров реализуем за 20 миллионов рублей. Там большинство кредиторов удовлетворят свои требования, а должнику купим квартиру за, допустим, 5 миллионов рублей. При этом какого-либо законодательного порядка, вот, чтобы в законе было установлено, его просто нету. Касательно единственного жилья, Конституционный суд с 2003 года говорит, что вот этот вот порядок, определение, что имущество слишком, там, например, дорогое или слишком большое, его в законе просто нету. И, соответственно, порядка реализации этого имущества тоже нету. То есть, на данный момент суд может либо исключить из конкурсной массы квартиру, машину, там, все что угодно, либо не исключить из конкурсной массы, если, соответственно, есть признаки недобросовестности. Это то место в законе, которое стоит доработать, на ваш взгляд? Да. Как-то и ввести эти градации? Да, конечно. С 2003 года Конституционный суд говорит о том, что нужно как раз ввести эти градации. Там в 2011 году был закон, пытались его ввести, так и не ввели. Потом в 2017 году Минюст пытался ввести закон, но тоже там было очень много всего, так и не ввели. И до сих пор вот как бы этот пробел есть, я о нем пишу довольно много, вот. И как бы все реагируют, но никто как бы, никакого результата нету, потому что тоже там как бы и со СМИ общаемся, и так просто юристы-ученые видят, пишут, тоже говорят, мы понимаем, что полный бред, но как бы ничего сделать не можем. Вот. Поэтому этот пробел есть, да, действительно, он довольно существенный, вот. И как-то его нужно решать. Да, вот у нас, собственно, слушатели задают такие уже более конкретные какие-то из их жизни ситуации, например, вот когда у них есть пожилой или пьющий родственник, то есть который сам, в общем, не очень может заниматься своими долгами, при этом долгов у него много, вот. И, собственно, можно ли ему как-то помочь? Опять же, пожилой пьющий родственник, он может выдать доверенность, то есть в порядке передоверия своей к полномочия, он может, там, его родственник может также обратиться с заявлением о банкротстве этого гражданина, то есть это будет заявление от имени этого гражданина непосредственно. Ну и, соответственно, также его можно признать в общем порядке, опять же, если он вменяемый, если он там не признан, не вменяемый, вот, соответственно, можно, да. Вот. Процедура банкротства будет общая, то есть как и также там судебная, внесудебная сейчас, то есть можно по разным процедурам пройтись также на основании доверенности. На всякий случай будет иметь в виду, что доверенность только на право подавать вот эти заявления, они уже распоряжаться имуществом? Нет, смотрите, право распоряжаться имуществом здесь не может быть, потому что там сведение, опять же, реализации имущества гражданин уже, по сути, ничем имуществом не управляет. Нет, доверенность можно выдать судебную, допустим, на представительство интересов в судах, там, в рамках процедур банкротства. Доверенность на распоряжение имуществом, это совершенно другие полномочия, то есть они, как правило, не связаны с судебными полномочиями. Вот, поэтому можно выдать обычную судебную доверенность, просто прийти к нотариусу, сказать, там, вот, нужна доверенность на введение банкротного дела в суде. И нотариус знает, какие полномочия сделать, и он, соответственно, все это дело подготовит. Окей, а также вот пишут, что люди, наверное, сталкиваются с ситуациями, когда они обращаются к юристам, а юристы их так или иначе обманывают на деньги. Вот, соответственно, можете ли вы как-то подсказать, как можно защититься в этих ситуациях, не попасться на крючок нечистых на руку юристов? Да, вот, честно скажу, вот, когда в суды хожу, ну, в судах общей редикции, в районных как раз судах, мы довольно редко судимся, но когда прихожу, иногда так листаешь электронное табло, видишь, что ваш правой поверенный, ваш какой-нибудь, там, не знаю, юрист, допустим, постоянно граждане судятся с юристами. Как не попасть? Тут, опять же, тоже какого-то конкретного рецепта я вряд ли могу дать, потому что отличить хорошего юриста от плохого часто довольно сложно, потому что даже плохой юрист, он может провести одно дело хорошо, а второе дело крайне там сильно запороть образно. Вот, и все-таки, во-первых, не ходить на бесплатные консультации, там, где вот есть бесплатные консультации, там, где стоят возле метро, как правило, там, во-первых, есть специалисты по продажам, они скажут, что мы делаем все, все, что угодно и со стопроцентным результатом, и, как правило, там есть, опять же, вот эти юристы-исполнители, в кавычках, которые также работают на массовость, то есть они не ведут дела, так скажем, с полным погружением. То есть у них большой объем, они там пишут, вот, а еще там может быть такой случай, что вам, например, скажут, что будем вести полное дело в суде, а там продадут два заявления, допустим, вот, никогда не ходить по таким заявлениям, вот, по таким рекламам, вот, все-таки это мой совет, я все-таки советую, ну, как бы, рекомендую обращаться к юристам по знакомству, все-таки, если там есть знакомый юрист, который хорошо там дело провел, вот, так тоже и нас находят, и мы-то находим каких-то своих там стоматологов, например, вы уже не пойдете там, к стоматологу, то есть юристы такого же рода врач, который также там требует, чтобы там, как бы его компетенция была подтверждена, ну, и плюс, опять же, тоже, как альтернатива, можно проверить информацию о юристе, то есть, если он адвокат, соответственно, у него есть статус адвоката, тоже можно посмотреть, действует он или нет. Если это адвокат, то, как правило, он прошел экзамен, получил, то есть, статус адвоката, то есть, у него какой-то минимальный набор компетенции уже наверняка есть, плюс, опять же, то есть, юристы хорошие, они, как правило, либо выступают в СМИ, либо они опубликуют какую-то, какие-то там статьи, то есть, они пишут, участвуют в научной деятельности, потому что профессии юриста все-таки постоянное развитие, вот, то есть, как бы, такой, какого-то конкретного, как бы, рецепта вряд ли тут можно дать, но вот все-таки, да, лучше искать все-таки знакомых юристов. Которые уже кому-то помогли. Можно ли назвать какой-то средний ценник на вот именно услуги в области сопровождения дел по банкротствам в случае, вот, ну, судебной, я так понимаю, процедуры, то есть, когда там она внесудебная, там, наверное, юрист особо и не нужен. Да, во внесудебной процедуре банкротства там и арбитражного управляющего нет, там же имущества нет, то есть, просто заявление МФС сам рассматриваю. Что касаемо судебной процедуры банкротства, тут опять нужно смотреть по сложности дела. Ну, если это там в средней... Если сложности нету, никакого имущества нету, то вам и, в принципе, и юрист, в принципе, не нужен, потому что, так же там арбитражный управляющий все проведет, имущества у вас нет, то есть, там, оспаривая сделки, там, грубо говоря, нечего оспаривать. Просто, там, приходит гражданин, говорит, да, есть долги, вот, есть какие-то кредиторы. Ну, суд смотрит, как бы, да, исполнить обязательства не можешь? Не могу. Преднамеренного банкротства нету, например, устанавливает арбитражный управляющий, ну, значит, все, как бы, гражданин добросовестный. То есть, вообще-то, в принципе, там нужны минимальные, вообще, знания для того, чтобы самостоятельно себя в суде представлять. Ну, опять же, как вот в самом начале говорил, если простой гражданин, и у него нет особо имущества, там, в принципе, как бы, процедура банкротства очень проста. Если имущества очень много, там, много долгов, то там, конечно, все зависит от сложности процедуры, но, там, я думаю, что средний юрист возьмет, там, от 100 тысяч рублей за процедуру банкротства, вот, опять же, если там есть имущество, если там есть какие-то подводные камни, если там есть от чего защищаться и есть куда нападать, так сказать, вот, потому что, опять же, юристы нападают, либо защищаются, особо вариантов нет. Вот, от 100 тысяч рублей за такую, я имею в виду, уже, там, как бы, это в целом довольно-довольно серьезную, ну, да, вот, а так, опять же, нужно смотреть, там, по-разному. Там же в процедуре банкротства, получается, каждый кредитор, это один обособленный, то есть, если, например, в исковом производстве это одно дело, это один иск, один ответчик, допустим, то в рамках процедуры банкротства, там, один должник, и при этом очень много кредиторов, ну, как правило, у каждого кредитора свой обособленный спор. В рамках этих обособленных споров рассматриваются требования, вот, рассматриваются, там, оспаривание сделок и прочее, вот, то есть, по банкротному делу, как правило, много заседаний, вот, и если, там, юрист представляет должника, то, там, несколько заседаний, там, при количестве, там, кредиторов, допустим, от пяти в месяц обеспечено, вот, то есть, это время юристов, и, опять же, юристы рассматривают, расставляют свои цены, исходя из времени, сколько будет затрачено. То есть, обычно, есть какой-то пресс-куран, условно говоря, на час, и... Ну, да, да, почесовка, наверное, это самая простая, вот, именно, оценка, вот, ну, в среднем, по Москве, наверное, такого среднего юриста, образно, там, из коллеги адвокатов, то есть, которые не в рейтингах, ну, час будет стоить, там, от трех до пяти тысяч рублей, образно. Где-то, может быть, больше, где-то, может быть, меньше, вот, но обычно это плюс-минус так. Окей, да, ну, и напоследок, если у кого-то из наших зрителей будут к вам вопросы или желание обратиться, то, как это они могут сделать? Я ставлю почту свою под роликом, вы сможете найти ее, соответственно, сможете написать туда свой вопрос, вот, ну, и я буду отвечать по мере поступления. Хорошо, тогда большое спасибо. Да, вам спасибо, что пришли к нам. До ночи. До ночи. До ночи.